Трофимчук Трофимчук В этом смысле ничего нового в связи с принятием новой резолюции об общей политике ЕС в области внешней политики и безопасности не произошло. Весь вопрос в том, как эти подходы можно реализовать на практике и без войны. Эксперт считает, что для представителей Азербайджана и Армении, работающих на международных и в частности на европейских площадках, в этом плане вряд ли что-то изменится. Отношение к ним, по мнению Трофимчука, будет таким же, как и было до этого. Европейские чиновники, как все успели убедиться за много лет, работают неторопливо, ни с кем особо ссориться не хотят. Другой более важный вопрос заключается в том, как будет действовать сам Азербайджан и его представители на базе этой новой резолюции. Здесь все зависит от них самих. Они вполне в состоянии вывести европейских чиновников из литургического сна, если дело касается карабахского урегулирования. То же самое относится и к европейским чиновникам, которые посещают зону конфликта. Никто, кроме самих азербайджанцев, не в состоянии проявить нужную активность для того, чтобы, образно говоря, упереть им в лоб палец, показывая на них Брюсселю. В заключение российский политолог посоветовал представителям азербайджанской диаспоры в Европе правильно использовать имеющиеся средства и создать нужную и эффективную систему влияния. Напомним, что в ходе пленарного заседания Европарламента, проведенного 15 января в Страсбурге, подавляющим большинством голосов была принята резолюция под названием «Годовой отчет по реализации совместной внешней политики и политики безопасности». В пункте 36 данной резолюции Евросоюз в очередной раз выполнил свои обязательства по поддержке суверенитета территориальной целостности и политической независимости всех стран Восточного партнерства. Следует отметить, что такие резолюции, принимаемые Европарламентом ежегодно, являются документами обязательного характера, способными влиять на деятельность Еврокомиссии в течение года. Не забывайте нажать на колокольчик над видеороликом, для того, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи!